Еще недавно Лариса Лукьянова в коридор своей квартиры даже выглядывать боялась. На голову ей мог обрушиться водопад. Потоки воды с крыши сдерживал только натяжной потолок. Когда крыша была открытой, пошли дожди, было, конечно, страшно. Тут провис потолок очень-очень сильно, потому что набралась вода, отклеились обои, они просто отпали. И все начало покрываться плесенью, сыростью очень сильно пахло. Лариса живет на последнем этаже типового дома по улице Островского. Когда покупала эту квартиру, ее уверили. Крышу дома недавно капитально отремонтировали. Оказалось, работы были только запланированы. Подрядчик зашел на объект в конце сентября. А в день, когда рабочие сняли старую кровлю, в Барнауле пошел дождь. Затопило 16 квартир. Прежде чем выяснять отношения с жильцами, строители сделали так, чтобы ситуация не повторилась. Покрытие кровельное выполняется в два слоя. Но специализированное, техноэласт называется, в один слой уже выполнено. То есть подмоканий сегодня уже не будет допущено. Вместе со специалистами Краевого фонда капитального ремонта, который и заказал работу на крыше этого дома, представители подрядчик обошли все пострадавшие квартиры. По закону, именно строительная компания обязана возместить ущерб. Иначе ей не оплатят заказ. У жильцов выясняли, какая помощь требуется. Одни просили деньги, другие – стройматериалы. И смотря на то, что конфликт исчерпан, многих интересует вопрос, почему ремонт в их доме начался в самое сырое время года. В дальнейшем, естественно, надеемся, что планы будут раньше согласовываться, утверждаться. И у нас будет больше времени на подготовку всей необходимой документации и также организации всех процедур для выполнения. По словам подрядчика, угадать лучшее время для реконструкции и кровельного покрытия практически невозможно. Бывает осень сухая, бывает лето дождливое. Единственное, что может спасти в таких ситуациях – строительство временного купола. Вот только это сделает ремонт в разы дороже. Кстати, тогда, в октябре, также подтопило еще два дома, где шли работы в Барнауле и Новоалтайске. Там последствия еще устраняют. Маруся Загорская, Николай Шелко, информационный канал «Город».